Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет проект, изучаем полка контроллера. Сегодня попробуем поработать шаговым двигателем, подключенным к полка контроллера CPU224. И сегодня напишем дополнение к программке. Вот у нас есть программка. Файл открыть. И вот здесь программка. Вот такая у нас программка. Можем загрузить эту программку в наш PLK контроллер. Загрузка. Ок. Запустить статус программы. Подать на нулевой вход сигнал напряжение плюс 24 вольта. И сейчас мы наблюдаем, у нас вращается электродвигатель. Вот мы можем здесь запустить эмулятор. Сейчас неправильно пароль ввел. Пароль 6596. Ок. Неправильно. Выберем тип контроллера 224. Вот если вы помните, прошлую программу для шагового двигателя мы писали так, чтобы у нас здесь подавали сигналы поочередно. Вот на пятый, шестой, седьмой и один ноль выход на нулевой следующего байта. Вот у нас выходы один байт. Вот второй байт, который всего два бита. Здесь у нас будет подаваться на выход пятый, шестой, седьмой и один ноль выходы. Здесь у нас обычно их обозначают в программе, вот допустим, эти выходы Q0.5, Q0.6, Q0.7 и Q1.0. Здесь у нас будут пробегать импульсы. Вот в инструкции к двигателю, вот у нас еще советский двигатель, в одном из видео вы можете посмотреть тип двигателя. У нас говорится о том, что на один полный обратный электродвигатель нужно, чтобы здесь прошло 200 импульсов. То есть 200 импульсов, это вот суммарно берем эти четыре выхода и должно пройти 200 импульсов в последовательности с пятого по один ноль точка ноль. Либо в обратной последовательности, тогда электродвигатель шаговый будет вращаться в обратном направлении. Вот у нас уже программка такая написана. Для того, чтобы проверить, сколько импульсов нужно на один оборот электродвигателя, давайте допишем дополнение. Шаговый электродвигатель, давайте допишем дополнение к уже имеющейся программке. Написание этой программки можно посмотреть в одном из видео. Ну вот можно посмотреть эту программку с самого начала. Это у нас генераторы импульсов. Здесь их четыре генератора импульсов. Основной генератор вот этот первый. И он уже дальше запускает остальные три генератора импульсов. Также за счет этого первого генератора импульсов у нас обеспечивается цикл. Вот здесь у нас стоит 30 миллисекунд. За это время должны успеть отработать следующие три генератора. И дальше запускается цикл по новой. Давайте допишем программку. Здесь вот ставим контакт. Для простоты будем делать так. Будем считать импульсы вот этого первого генератора, поскольку на нем все завязаны и он обеспечивает цикл. Мы можем привязаться к этому генератору. Здесь вот к Т-34 контакту. Вот как у нас выход Т-34 на Q0.5. Будем считать импульсы, которые будут проходить именно на этом контакте Т-34. Нам нужно... Так, секундочку. Здесь Т у нас... На английский шрифт переведу. Т-34. Нам нужно 200 импульсов. Поскольку у нас Т-34 запускает следующие три генератора импульсов и считает свой импульс. Ирне, генерирует свой импульс. Мы можем сделать так. Вести наблюдение только по этому генератору импульсов. И у нас их 4. Значит мы 200 импульсов делим на 4 генератора. Получается, что нам нужно будет посчитать 50 импульсов. Заходим в счетчики. Выбираем счетчик вверх. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши. Здесь стираем знаки вопроса. Дадим название счетчик C1. Здесь задание количества импульсов. 50. И вот здесь вход сброса. Здесь ставим контакт. И вот в крышном видео вы видели, что я подсоединил его к входу I0.1. Он у нас на ПЛК. Вот там где стоят входы I0. Там единица у нас. Пробуем загрузить. Для того, чтобы электродвигатель остановился, мы можем сделать следующее. Здесь вот ставить контакт. Контакт нормально замкнутый. И присвоить ему имя C1. Когда у нас счетчик посчитает 50 импульсов. Вот заданные нами 50 импульсов. Он здесь даст сигнал. Поскольку у нас контакт инверсный, то здесь при подаче единицы будет 0. Цепь разорвется. И прекратится генерация импульсов. Электродвигатель остановится. Вот у нас 4 счетчика. Но мы будем счет производить по этому основному счетчику. Первому. Который у нас генерирует импульс. И задает цикл за счет вот этой паузы. Давайте попробуем загрузить программку в контроллер. Загрузку. Ок. Статус программы. Сейчас подадим на нулевой вход сигнал. Вход I0.0. И будем смотреть и считать импульсы, которые будут генерироваться. Первым генератором импульсов. Вот подаем на вход I0.0 сигнал. Так, что-то у меня не заработало. Подаем сигнал. C1 у нас почему-то блокировал. Здесь вот он уже 50 импульсов посчитал. Делаем сброс. Делаем сброс. Нажимаем на вход. Вот электродвигатель у нас делает один оборот. Снова подаем на I0.1 сигнал. Счетчик сбрасывается. Подаем сигнал на вход I0.0. Двигатель делает один оборот и останавливается. Снова на вход I0.1. Сброс. И сигнал на вход I0.0. Запускаем генераторы. Вот я случайно коснулся кабеля для программирования. USB PPI кабеля. И у меня кабель отошел. Статус программы мы сейчас наблюдать не можем. Снова подключился. Подаем сигнал на I0.0. Двигатель сделал один оборот. И остановимся. То есть у нас за это время прошло 200 импульсов. Делаем сброс счетчика. Почему 200 импульсов? Потому что мы за точку отчета взяли только Т34. Но поскольку он дает уже разрешающий сигнал на последующий генератор импульсов, то можно предположить, что они тоже сработали у нас. И здесь будет 4 генератора импульсов, которые дадут по одному импульсу. В общей сложности нам нужно 200. 200 делим на 50. Вернее 200 делим на 4. Получаем 50. Ну вот в принципе пока работает. Можно конечно же написать программку с счетчиком для каждого генератора импульсов. Но наверное в данной программке это не имеет смысл. Потому что мы так только увеличим программу. И увеличим объем кода. Ничего в принципе не выиграем. Вот подаем сигнал. Проходит 50 импульсов. Сбрасываем счетчик. Снова коснулся кабеля. Можно попробовать запустить эту программку в симуляторе. Но для этого нам нужно будет изменить вот эти значения. Потому что в симуляторе если мы так и оставим по 10 миллисекунд, то слишком быстро пройдут импульсы. И мы их практически не сможем наблюдать. Здесь можем увеличить в 10 раз. Поставить по 100 миллисекунд. Здесь 300 миллисекунд. И дальше по 100 миллисекунд. Иначе слишком быстро программа пройдет в симуляторе. И мы ее наблюдать не сможем. Вот здесь конечно было бы удобно ввести какую-то переменную. И ей присваивать значения. Для того чтобы так каждый раз не менять все. Ну это уже наверное сделаем потом. Зайдем в файл. Экспортировать. Экспортируем в программу. Мод в шаг 4. Сохранить. Заменить. Запускаем симулятор. Заходим в программу. Загрузить программу. Здесь ставим галочку. И запускаем шаг 4 программку. Шаг 4. В нее. Тут можно другой какой-нибудь файл ими присваивать. При экспортировании. Ну пока так оставим открыть. Ок. Вот здесь мы можем наблюдать статус программы. Этот пока закрываем окошечко. Можем запустить симулятор. Запустить. Подать сигнал. И вот наблюдаем прохождение импульсов. Вот здесь нажимаем наблюдение статуса программы. И вот счетчик. Когда отчитает 50 импульсов у нас программка остановится. 50 импульсов отчитали. Остановилось. То же происходит с нашим электродвигателем. Вот здесь перестают проходить сигналы. Электродвигатель останавливается. Вот вход I0.1. Подаем на него сигнал. Сбрасываем. Счетчик сбросили. Сигнал убираем. Вот начался отсчет. Только для того, чтобы он у нас полный оборот прошел. То есть остановился в том же месте, с которого он начинал. Вот этот вот сброс нужно производить очень быстро. Ну это хорошо выполняет кнопку без фиксации. Вот снова 50 импульсов. Двигатель останавливается. Подали сигнал. Сняли сигнал сразу. Сбросили счетчик. Счетчик начинает новоотчет. Вот здесь мы можем пронаблюдать, как у нас генераторы работают. Но все равно даже 100 миллисекунд это быстро. Для того, чтобы четко пронаблюдать. Но может потом сниму видео, где сделаю хотя бы 1000 миллисекунд. Снова счетчик сбросили. И импульсы пошли. Вот пожалуй на этом наше небольшое видео и завершим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!